Саламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Цикл уроков «Как легко научиться читать Коран». Я приветствую вас на пятом уроке, где сегодня мы выучим три буквы. ЗА, СИН и СОД. ЗА, СИН и СОД. Эти три буквы встречаются в Коране приблизительно 9600 раз, то есть почти 10 тысяч раз. Итак, расслабьтесь и улыбнитесь, потому что, по милости Всевышнего, вы изучаете Коран, а это огромное благо. Сделайте глубокий вдох. Зачем? Чтобы зарядить свой мозг, чтобы изучение прошло эффективно. Избавьтесь от всего, что вас может отвлекать, отключите телефоны, закройте лишние вкладки на компьютере и сконцентрируйтесь. Итак, мы уже видим несколько строк стихотворения о буквах. МА, БА, ВА, ФА. Произносим на губах. Многие звуки — заслуга языка. Двенадцать этих букв с кончика его. ТА, ДА, ЛО. ЛО — это очень плотный и высокий звук. ТА, ДА, ЛО. ТА, ДА, ТО. ТО — это очень плотный и высокий звук. ЗА, СА, СО. СО — это очень плотный и высокий звук. И это интересно, что три буквы в конце произносятся очень высоко. ЗА, СА, СО — это то, что мы будем изучать сегодня. Давайте посмотрим на первую букву, буква ЗА. Как нам запомнить написание буквы ЗА? Может быть, вам придет в голову идея получше, но я предлагаю форму банана. Дело в том, что на арабском банана будет МУЗ. Я произношу несколько раз Тогда можно изнести букву ЗА, необходимо коснуться кончикам языка края нижних зубов. Представим, что мои пальцы это зубы, а ладонь — это десна, а значит, кончиком языка, мы касаемся нижних зубов, как это хорошо показано на картине. И произнося букву выдыхаем воздух. Зсб... Зс... Конечно, выдыхаем со звуком. И также помните, что некоторые, произнося эту букву, касаются кончиками языка верхних зубов Я тоже так делал раньше, но это неправильный махрадж. То есть, артикуляция или произношение буквы ЗА. Правильным будет касаться кончиками языка края нижних зубов и со звуком произнести з-з-за-за. Надеюсь, вы помните линии для букв, которые особенно удобны для начинающих. Они включают в себя четыре набора по несколько линий. Горизонтальная линия, спящая линия, скользящая линия, четверг круга, полкруга, полный круг, Поднос, чашка, маленькая чашка и большая чашка, язык, большой открытый рот, маленькая большая буква С. А теперь давайте напишем букву ЗА. Эта буква пишется очень просто. Используйте линию в виде четверти круга с точкой наверху. Это и есть буква ЗА. Очень просто. Четверть круга с точкой наверху. Буква ЗА слишком тонкая и маленькая. У нее сложно определить лицо. Это всего лишь небольшая линия. У нее нет широкого лица, то есть фактически нет лица. Поэтому у нее нет сокращенной формы. А есть лишь полная форма. У тонких букв отсутствует сокращенная форма, а значит, после нее нет соединителя. Она не соединяется с другими буквами, потому что ее невозможно будет распознать среди других букв слова. Такие буквы хотят стоять сами по себе. Они как бы говорят, позвольте мне стоять самой по себе. Я хочу, чтобы все увидели меня. Итак, здесь у нас полная и сокращенная форма, буква ЗА, которые совпадают. Но у обеих этих форм могут быть соединители от предшествующих букв. И помните, что здесь полная, а здесь сокращенная формы. А соединитель буквы ЗА располагается сверху. Соединитель буквы ЗА располагается сверху. Почему я подчеркиваю это? Вспомните, в случае с буквой ВАЛЬ мы ставили соединитель снизу. И для того, чтобы мы не путали две эти буквы, как я и говорил, те, кто разрабатывал арабский алфавит, были очень умные люди. То есть подсказка, если соединитель снизу, то это буква ЗАЛЬ. Если вы видите соединитель сверху, несмотря на то, что здесь это четверть круга, а здесь полукруг, но при написании эти буквы становятся очень похожими. Итак, если вы видите соединитель сверху, то понимаете, что это буква ЗА. А соединитель снизу у этой полукруглой буквы показывает нам, что это буква ЗАЛЬ. То есть расположение соединителя не дает нам спутать буквы. И это очень важная подсказка для запоминания. А здесь представлены примеры буквы ЗА в разных словах. Полные сокращенные формы. А также это буквы с соединителями от предшествующих букв. Полная форма всегда встречается в конце слова. А сокращенная форма в начале слов. Здесь вы видите обе формы. А буквы с соединителями могут встретиться как в конце, так и в середине. Давайте попрактикуем чтение ЗА со знаком ФАТХА. Можете прочесть? Это очень просто. ЗА. 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 Давайте сейчас возьмем вторую букву, букву СИН. Вы встречали ее раньше? Итак, вот перед вами буква СИН. У нее прекрасное написание и красивое звучание. Это арабская буква СИН. Посмотрите на написание буквы СИН. Нам пришлось показать ее в форме змеи. И не бойтесь эту змею. Вспомните историю пророка Муса, мир ему. И то, как он показал чудо с помощью змеи. Итак, не все змеи плохие. К тому же Всевышний Аллах создал их с какой-то целью. Кто убережет нас Всевышний от вреда змей, пусть они идут своей дорогой, а мы пойдем своей. Итак, буква СИН похожа на змею, и вы можете точно так же написать букву СИН. СНЕК СИН, СНЕК СИН, СНЕК СИН. Она похожа по своей форме на змею. Итак, это буква СИН. Как произносится буква СИН? Коснитесь кончиками языка края нижних зубов. Чтобы понять, как происходит, можно посмотреть на картину. Коснитесь языком края нижних зубов и скажите СА, СА, ОС, СА, ОС, 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 ОС. Название буквы СИН, а звук... СА, ОС, 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 ОС. Как пишется эта буква? Очень просто. Давайте я сейчас сотру это и напишу букву СИН, потому что вы легко узнаете эти линии. Маленькая чашка, чашка чуть меньше, и большая чашка. Маленькая чашка, чашка чуть меньше, и большая чашка. Форма буквы Син похожа на змею. А теперь давайте определим сокращенную форму. Это происходит в два этапа. Сначала определяем лицо. Вот лицо. Линии в виде маленьких чашек. А на большой чашке мы останавливаемся. Итак, это лицо буквы. А затем пишем соединитель. Очень просто. Находим лицо и ставим соединитель. Это сокращенная форма. Итак, у буквы Син есть полная и сокращенная форма. Син. А в нижних строчках вы видите примеры написания Син соединителями от предшествующих букв. В большинстве случаев буквы добавляют соединители от предшествующих букв, за исключением одного случая, то есть это очень редкий случай. Итак, здесь мы видим примеры буквы Син в полной и сокращенной форме в разных словах соединителями от предшествующих букв. Видите эту букву? Ее легко найти, она выделена красным курсивом. А теперь давайте попрактикуем чтение буквы Син со знаком Фатха. Са, 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 са. Знак Фатха всегда стоит над буквой. Са, 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 са. Касайтесь кончиками языка края нижних зубов. Не касайтесь верхних зубов. Иначе в случае, если вы коснетесь края верхних зубов, у вас получится совсем другой звук. Са. Са. Правильной артикуляцией этой буквы будет касание языком края нижних зубов. Я тоже раньше, произнося букву Син, касался верхних зубов, но это неправильно. Язык должен касаться края нижних зубов. Произнося английский звук, вы можете делать это так, как вам удобно, но для произнесения арабской буквы Син вам необходимо касаться кончиками языка не верхних зубов, а края нижних зубов. Са, 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 са. Между прочим, буква Син – особая буква. Она входит в число букв со значениями, например, как в случае с буквой УА. Буква УА означает И, буква Фа означает И так, буква Та означает Клянусь. А в данном случае сочетание са тоже имеет значение, в том случае, если она соединяется с другим словом. В этом заключается отличие от английского языка, где слово «я» в выражении «я иду» имеет промежуток между словами «я иду». Арабский и его особенности позволяют экономить место при написании. Это очень удобно и практично. Итак, са означает «очень скоро», в случае, если са идет в сочетании с глаголом. Просто помните об этом моменте. Давайте теперь рассмотрим третью букву, букву СОД. 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 Эта буква очень напряженная и плотная. Видите, у нее линия в форме языка. Как запомнить ее написание? Для этого вам необходимо знать написание буквы СИН, и при этом сделать ее лицо более круглым. Для этого мы возьмем линию маленькой чашки, расположим ее над второй линией, и у вас получится буква СОД. СИН — это буква изящная и тонкая, а СОД — напряженная и высокая буква. Повторяю, первую линию СИН, напишите над второй, и получится СОД. Очень плотная и высокая буква. СОД. Буква СОД, а звук СО. Как произносится СО? Этот звук произносится так же, как и многие другие звуки, о которых я говорил на прошлом уроке. Дело в том, что артикуляция многих букв совпадает, поскольку многие из них образуются в одном и том же месте. К примеру, артикуляция букв МА, БА, УА, ФА совпадает. Они произносятся на губах. ТА, ДА, ВО — на кончике языка, касающегося верхних зубов. ТА, ДА, ТО. В этом случае кончик языка касался корней верхних зубов или верхних десен. ТА, ДА, ТО — на кончике языка, касающегося верхних зубов. А буквы ЗА, СА, СО — ЗА, СА, СО. Кончик языка касается края нижних зубов. ЗА, СА, СО. Итак, в этом случае, в случае с буквой СОД, кончик языка упирается в корни нижних зубов. При этом язык уплотненный, мы его скручиваем и произносим СО. Не произносите СО, СО. Нет, правильным будет СО. Например, в английском мы говорим Вы не говорите Нет. Это будет неправильно. Вы говорите СО, СО. Примерно так и в арабском. Уплотните язык и скажите СО. Не говорите СОАД. Нет, это не СОАД. Правильно, СОД. СОАД. 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 Не забывайте, что при этом ваш язык плотный и круглый, а не ваше лицо или губы круглые. Как пишется буква СОД? СОАД. СОАД. Сначала мы пишем линию в форме языка и вторую линию в виде большой чашки. Давайте я сотру эту букву СИН, чтобы вы не спутали, и напишу букву СОД снова. Линия в форме языка и большая чашка. Видите, линия в форме языка исходит из этой линии, а затем с этой же точки линия спускается вниз. А как насчет сокращенной формы? Два шага. Определите лицо. При этом лицо очень ясно видно. Затем, написав это лицо буквы, поставьте линию снизу, а затем продолжите. Это буква СОД. Повторяю, для ее написания вам необходимо нарисовать линии в форме языка, выйти немного за линию и затем спуститься вниз. Сокращенная форма выглядит похоже. Вы рисуете первую линию в виде языка, а затем ставите соединитель. СОД. Итак, здесь у нас полная и сокращенная форма буквы СОД. А внизу она написана вместе с соединителями от предшествующих букв. Соединители располагаются именно здесь. Здесь у нас примеры буквы СОД в разных словах в полной и сокращенной форме, а внизу буква СОД с соединителями от предшествующих букв. Давайте поставим знак ФАТФА сверху над буквой СОД и попрактикуем ее чтение. СО. 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 Посмотрите, буква СО тонкая, а СО толстая и высокая. СО. ЗА. СО. ЗА. ЗА. СО. 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 Не путайте буквы. У каждой буквы имеется свое уникальное звучание или написание. Не путайте звучание или написание букв. Первый логотип подсказывает, что у букв разное звучание, даже если они схожи в написании. Картинка с фруктами призвана вам напомнить, что формы разные. Яблоки не похожи на апельсины. И вам необходимо различать эти формы. Итак, здесь представлены буквы, у которых в написании есть линия в виде языка. Но написание этих букв разное. Первая буква — это буква СОД, а вторая буква — это буква ТО. Она с палкой. СО. ТО. СО. ТО. СО. ТО. У обеих этих букв есть сокращенная форма, но у СОД нет линий в виде палки. А у буквы ТО есть палка. СО, ТО. СО, ТО. А внизу эти буквы имеют соединители. Обратите внимание на разницу в этих трех буквах. Особенно люди из Индии и Пакистана часто путают эти буквы. Они часто произносят их одинаково. Но у буквы ТО три точки сверху, кончик языка между зубами. Вторая буква — буква СА, тонкая и изящная. А буква СОД — высокая и плотная буква, как в предложении I saw him. ТО. СО. СО. ТО. СО. Видите логотип в левом верхнем углу? Он подсказывает, что у всех трех букв абсолютно четкая разная артикуляция. То есть они произносятся по-разному. У них разный махрач. ТО, СО, СО. А также эти три буквы. Не путайте их. И вновь люди из Индии и Пакистана под влиянием Урду часто путают их. Правильно они звучат так? ЗА, ДА, ВО. Это абсолютно разные буквы. Первая — это буква ЗА. Вторая буква — ЗА. Язык на миллиметр между зубами. И третья буква ВО. Очень высокая и плотная буква. Прочтем вместе с соединителями. ЗА, ДА, ВО. Обратите внимание, соединитель буквы ЗА располагается сверху, а у буквы ВО, соединитель снизу. ЗА, ДА, ВО. ЗА, ДА, ВО. Повторяюсь, не забывайте о положении соединителей букв ЗА и ВО. Давайте повторим то, что мы изучали на предыдущих уроках. Можете прочесть вместе со мной? ФА, ФА, БА, МА, ТА, МА, БА, ФА, ВА, ПО. Нет точки, а значит нет выдыхания воздуха. При чтении этой буквы нет усиленного выдыхания воздуха. Итак, эта буква без точки. ПО. ТА. Помните, ДАМАЖД ДОНАТ. У этой буквы соединитель снизу. ДА. ПО. Палка у буквы, и нет точки. Нет усиленного выдыхания воздуха. То есть это не ВО, а ТО. ТА. Здесь три точки. ТА. ТА. У этой буквы есть точка. Применяем усиленное выдыхание воздуха. Это не буква ДА. Это ДА. Точка сверху означает струю воздуха, а здесь точка внизу, мячик снизу. Это буква ДА. 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 Точка сверху означает струю воздуха. ДА. 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 Согнутый палец с цветком наверху. Или трубка телефона. Это буква ДА. ДА. То же самое, плюс имеется соединитель. А теперь давайте поиграем в игру. Я покажу вам разные слова. Вы будете находить необходимые буквы. Где буква ЗА? ЗА. Это третья буква. Где буква ЗА в этом слове? Это не может быть первая буква. У нее нет точки сверху. У буквы ЗА есть усиленное выдыхание воздуха. ЗА. ЗА это вторая буква. Где буква СИН? Вы видели букву СИН? Вспомнили ее? И так, буква, похожая на змею. Это третья буква. СА или СИН. Где буква СИН в этом слове? СИН? Очень высокая и плотная, с линии в виде языка. Это вторая буква. СОД. Где буква СОД в этом слове? Она в конце. А где буква СОД в этом слове? Очень просто. Это первая буква. Итак, наше стихотворение приобретает очертания. Повторите, пожалуйста, за мной, ведь это стихотворение очень важно. Зная его, вы читаете буквы с правильным махраджем и знаете особенности букв. Часто практикуете его. Это очень важно. Произносим на губах. Многие звуки — заслуга языка. 12 этих букв с кончика его. Это был первый палец. Теперь второй палец. Третьи буквы в этих строчках очень высокие и плотные. Вновь очень высоко и плотно. Давайте еще раз. 12 этих букв с кончика его. Иншаллах, мы продолжим стихотворение позже. Перед тем, как мы продолжим изучать разговорный арабский язык, расскажу один простой момент. Мы знаем, что мусульмане — это люди, подчинившиеся Всевышнему Аллаху. Множественное число слова «мусульмане» звучит как «муслимун». Му'мин — это верующий. Му'минун — верующий. Кафир — это неверующий. Кафир — слово во множественном числе. Просто добавляем «ун» и слово меняется на множественное число. Так образовалось множественное число. Просто запомните это и позже, иншаллах, сможете применить это в разных предложениях. На этом все. Спасибо вам за внимание. Увидимся на следующем уроке. Саляму алейкум и рахматуллахи ва баракату. Хотите получать вознаграждения, равные нескольким месяцам непрерывного дауата, а то и больше? Делитесь нашими роликами с родными и близкими в ваших социальных сетях. И помните хадис посланника Аллаха алейхи саляту ассалям. Указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его. Продолжение следует...